27 миллиардов долларов. Столько задолжали и не спешат возвращать банкам казахстанцы. Речь идет о необратимых кредитах с просрочкой. Таких в Казахстане 33,5% от общего количества или каждый третий займ. В результате страна попала на первое место в рейтинге Всемирного банка. К слову, Григорий Мартинков вынужден был покинуть кресло председателя Национального банка как раз за это, говорят некоторые наблюдатели. За 10 лет страна переживает второй кредитный бум. То, что казахстанцы снова по уши залазят в долги, без оглядки на недавний кризис, экс-депутат Валентин Макалкин объясняет просто. Многие считали, что государство в беде не бросит еще что-то. Человек из стадных. Поэтому поведение толпы влияет на поведение индивидуума. Если все побежали, и он побежал. Люди снова берут кредиты, чтобы употреблять смартфоны и планшетные компьютеры, плазменные телевизоры и холодильники, новые автомобили и квартиры. Отношение к кредиту в обществе нельзя назвать однозначным. Кто обжегся во время кризиса и навсегда забыл дорогу в банк. Другие без кредита не могут. Кредит – это помощь. Если денег нет, взял в государство, потом потихоньку отдавай. Никогда не брала. Нет, 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 не желаю брать. Нет. Это плохой вообще кредит. Не надо брать кредиты. За год потребительские кредиты прибавили 2 триллиона тенге и выросли наполовину. Президент Назарбаев поручил новому главе Нацбанка и премьер-министру ограничить рост потребительского кредитования и прямо назвал его бомбой замедленного действия. Параллельно в социальных сетях развернулось целое движение против банков. Активисты обвиняют их в обмане и призывают к борьбе с жадными банкирами, пока действуют цивилизованно. Первый – суд. Второе – мирные переговоры с банками. Третье – работа с государственными органами для изменения законодательства и недопущения в будущем по новым заемщикам, по новым займам. Нечестная работа с клиентом. На днях неизвестный подожгли автомобиль Нарымбаева. Тон заявлений в сети меняется. Некоторые должники открыто призывают не возвращать кредиты. Такое уже проходили в развитых экономиках, рассказывает иностранный банкир. Джон Харди родом из США. Кредит для него – норма жизни. Культура отношений с банками и с деньгами, особенно с чужими, в Америке в среднем выше, чем в развивающихся странах и насчитывает сотни лет, рассказывает финансист. Но даже там человеческие инстинкты порой оказываются сильнее логики и разума. Думаю, все отвечают одинаково – и регулятор, и заемщики, и кредиторы – за то, что порой происходит между ними. В США до кризиса появились компании, которые предлагали дешевые кредиты на покупку жилья. Ставка была всего полтора процента в год, но спустя несколько лет она вырастала до пяти-шести процентов годовых. Люди могли прочитать об этом в газетах, но все равно брали кредиты у этих компаний и не всегда были готовы платить больше. Государство должно регулировать такие моменты, возможно, объявлять нелегальными, незаконными некоторые виды кредитования. Причин потребительского бума и одновременного роста просрочек много. Эксперты говорят о низкой финансовой культуре населения, жадности и мошенничестве банкиров, проколах надзоре за финансовыми институтами. Важно другое. Последствия этой гонки могут оказаться необратимыми. Тогда в проигрыше окажутся все.